а помните такой странный автомобильчик символикой mercedes на капоте и с маркировкой glk так вот сегодня у нас в гостях и и последователь только в отличие от своего попередника этот экземпляр способен сворачивать шеи водителям в городском потоке и заставить вашего соседа умереть от зависти здравствуйте друзья на это первая передача на двадцать четвертом канале и сегодня у нас в гостях mercedes-benz glc 220d я даже чувствую как многие из вас нахмурили брови мол зачем мы будем рассказывать и показывать нашей программе автомобиль который доступен только лишь ограниченному числу наших зрителей друзья разве вы не стремитесь к мечте не правда ли начинаем первая передача это не рекламная программа потому все что вы увидите и услышите в нашей программе это субъективное мнение нашей редакции а вот теперь мы начинаем движение не забывайте пристегиваться это самое главное не только в программе первой передачи а и в вашей машине ну что даже mercedes у нас скорости включается вот здесь если вы никогда не садились за руль mercedes-benz то уж поверьте вы ничего не знаете о автомобилях фантастическая эргономика плавность хода шумоизоляция работа подвески мощность двигателя здесь можно перечислять бесконечно если бы бэнс был еще жив то я думаю что он бы прожил бы лет тогда 200 потому что каждый владелец mercedes желал бы ему здоровья новый mercedes-benz jlc прямая замена джилка и это тот редкий случай когда модель действительно новая кроссовер построили на свежей платформе м р а которая уже лежит в основе c-класса последнего поколения внешне от нынешнего джилка новинка отличается не только отсутствием острых углов джилси еще и больше предшественника колесная база и габаритная длина прибавила по 10 сантиметров и это хорошие новости как для сидящих сзади запас для ног увеличился на 57 миллиметров а ширина салона на уровне локтей на 34 миллиметра так и для багажника теперь тут целых 550 литров тогда как у джилка не было даже 500 претензии к эргономике и качеству отделки салона найдутся разве что у злостных извращенцев если бы я собрался делать ремонт своей квартире то сейчас я уж точно бы не стал покупать это модные журналы о ремонте или смотреть программы о дизайне я бы просто внимательно изучил салон нашего джилси кубометры кожи и качественного дерева алюминий хороший пластик все кнопочки находятся именно там куда вы протягиваете руку они как будто вырастают из этой панели удивительная вещь если бы джилси был недвижимостью в нем можно было бы жить роскошный богатый интерьер только качественно дерево кожа алюминий и множество электронных систем как безопасности так и помощи при вождении все управление выводится на большой тфт дисплей продолжение темы говоря об этом дисплее хотелось бы отметить графику этого экрана посмотрите на разрешение она здесь просто тоже высочайшим уровне очень все четко видно но когда я первый раз присел машинку я начал тыкать в него пальцами очень удивился ничего не происходит но управление этим дисплеем осуществляется через вот эти джойстики и тачпад здесь реально есть вот такой тачпад как ноутбуках вы можете пальцем просто проводить по нему и управлять этим самым дисплеем первое какие то может быть километры может быть даже дни это не совсем удобно к этому нужно привыкать но потом кажется что это именно такое решение и должно быть в автомобилях абсолютно всех уж поверьте если попозритесь пару недель этим мерседесом то вам этого тачпада будет очень сильно не хватать в других автомобилях если конечно не вас есть мерседес бенджи лси предлагается как с пневмоподвеской так и с обычными пружинами у нас второй вариант попроще селективной амортизации в компании утверждают что эта технология дает плавность хода и отменный комфорт ведь подвеска подстраивается под качество покрытия селективная амортизация включает в себя эластомерный поршень который при толчках выступает в роли перепускного масляного клапана работающего параллельно с обычными амортизационными пластинами при незначительных толчках действие амортизационной системы должно снижаться за время теста ну как всегда мы попали в несколько серьезных ям просто их просто невозможно объехать но нет у нас дорог и почему-то вот это вот мягкая гиперкомфортная подвеска она несколько раз очень серьезно пробивалась и лично меня сильно насторожило мы обязательно сейчас поедем в наш тех-центр и мне будет очень интересно посмотреть с чего она скомпонована и почему так происходит отдадим эту машину в руки Виталию Лукьянову пусть смотрит и рассказывает нам правду и вот мы приехали в наш тех-центр и как мне кажется это будет очень интересная часть нашей программы потому что mercedes можно встретить но практически в каждом городе и даже такой новый а вот вывернуть его наизнанку это уже уникальный случай и эту процедуру мы предоставляем нашему механику Виталию Лукьянову привет привет ну что ж прекрасный автомобиль смотрю еще бы сказал что не прекрасно будет интересно залет вовнутрь да да есть у меня небольшие претензии к этой машине несмотря то что она невероятно комфортная но серьезных проблем на наших украинских дорогах или бездорожья она не любит потому что мы за время теста но несколько раз так пробили подвеску и мне интересно знать почему уже не терпится поднять ее и посмотреть на эту подвеску изнутри давай посмотрим удивительная машина mercedes вы видели как она выглядит внутри а теперь мы приподняли на подъемнике и вы можете наблюдать уникальные кадры посмотрите как здесь все сделано не ну действительно на самом деле мне очень нравится здесь защита алюминиевая легенькая прочная насколько я уже увидел ты сказал алюминиевая думаю что некоторые наши телезрители сразу сказали фу алюминиевая но это не так здесь очень много роберт жесткости она действительно очень прочная как этот модель в принципе пришла на смену джейл кей и у него впереди был макферсон но здесь уже поставили много рычажку впереди конечно рычагов добавилось на порядок честно сказать я такую конструкцию подвески я вообще никогда не видел вот вы сейчас сами все можете смотреть на своих голубых экранах такого намудрили ну просто какая-то фантастика мне даже страшно представить если там что-то поломается ну понятно что туда тем более что здесь шаровой меняется вместе уже с рычагом а здесь видишь внизу аж две шаровые вешались да ну как бы конечно дорого и вот рычаги здесь алюминия для наших дорог конечно лучше уже поставили железо но хотя ну то есть я придраться к этому не могу все-таки их тут очень много и вес неподвесоренной массы тоже как бы имеется что они здесь алюминиевая но вот в чисто вид визуально я смотрю на нее на эту подвеску очень красиво красиво да но мне кажется что это насколько надежно вот она смотрится очень надежно хотя вот как и уже нажимаем это же смотрится очень надо хотя уже как его же говорил на наших серьезных ямах если вы влетаете наши выбоины то эта подвеска почему-то иногда пробивается для меня это было реально откровение потому что в автомобиле настолько тихо настолько комфортно и вот вот эти вот удары жесткие такие на наших ямах я думаю что в принципе все зависит от аморизатора который стоит впереди да но мы с тобой видим что он конечно тоненький для наших нагрузок на него потому что очень много когда колебания у аморизатора нагревается жидкость внутри и уже он начинает немножко просаживать то есть в принципе я думаю что этот автомобиль предназначен ну в основном для ровных тоже дорог опять же мы с тобой видим что здесь принципе аморизаторы шпильштайн хорошая фирма но можно просто здесь не хватает пакета плохие дороги где будет они или толще или будет большей нагрузкой будет работать но ты знаешь по обработке ну тут ничего не скажешь здесь мы ее не видим но я и не и не вижу что куда бы могла попасть иногда залететь какая-то пыль да пыль единственно конечно мне не понравится защиты коробки нет ну а вот нечего ездить по колдобинам пользуйте хорошими дороги выбои нам да и все будет уезжать из украины вот это не надо это плохая была вырезать вырезать итак задняя подвеска здесь конечно же никаких балок никаких слава богу не балка здесь стоит опять же на рычажках до рычаги уже есть железные ну и также есть алюминиевые на самом деле здесь нет никаких раздаток вам ничего подобного просто идет имитация блокировки то есть автомобиль тормозами притормаживает колесо которое начинает больше проворачиваться и за счет этого выезжает может возникнуть проблема в принципе на каких-то участках если вы будет долго где-то ехать по какой-то грязи или же на серпантинах могут перегреться тормоза ну или же если вы заехали где-то в нашей чаще это там где-то закарпатье то очень быстро стереться колодки ты представляешь ты сейчас назвал закарпатье чаще теперь попробуй к ним поехать в гости они себя узнают знаешь когда мы снимали статику в этой машине я просил наших операторов чтобы не показали как грозно выглядит задний выхлоп и вот когда мы завели эту машину почему-то я не мог понять по как так получается что из этих труб не идет никаких не пар не дым ничего оказывается это просто заглушки то стало понятно да ну немцы тоже умеют прикалывать и вот мы добрались к самому интересному конечно же это двигатель нашего mercedes-benz но прежде я хотел бы показать нашим телезрителям что передняя часть этого автомобиля сделана из алюминий вот мне маленький магнит вот показываем видите здесь пристает очень даже хорошо а тут как будто пластмасс да капот очень легко поднимается потому что здесь есть лифты чувствуется что он легкий легкий я не ошибся вы сейчас сами все видите мы привозим сюда очень много автомобилей это десятки разного рода машин но я скажу что здесь сделано все насколько добротно красота в разведении искусства да тем более что практически ничего не видно здесь вот просто пластиковая плита ну под ней на самом деле мотор вот который не совсем новый но он ставится ну практически на всей линейке мерседесов и даже на линейке коммерческих автомобилей это говорит наверно о том что он очень надежный очень надежная и я посоветовал как они конечно брать именно такой мотор здесь снято 170 лошадиных сил и 400 новов усилия то есть в принципе очень даже достойно не не больше не меньше от того что можете выдать этот мотор понравилось также что здесь установлено девятиступенчатая коробка автомат который уже с 14 года ставится на все линейки мерседеса благодаря этой коробке пол литра топлива на 100 километров сэкономить сэкономить да ты знаешь я вот по-моему нашел небольшой изъян на этой машине ты удивлен да сразу заметил что жидкость которая омывается лобовое стекло почему-то заливается вот в этой части и меня тут же сразу озадачиваться вопросом я вот сейчас смотрю на эту пробку и думаю каким образом я сейчас могу залить сюда 5 литровую канистру ведь мне мешает капот мне мешает этот лифт ну реально же неудобно но есть два выхода из этого положения то есть брать маленькие бутылочки по 0 5 литра или же просто вот движением одной руки а вот даже так открыть капот побольше тебе хватит места для того чтобы залить уже прямо туда хоть с 10 литровой канистры снова же друзья читайте инструкцию что характерно здесь даже вот есть защита от повреждений пешеходов на капоте видишь на то есть при ударе капот отстегивается отстегивается да итак друзья мы сейчас находимся на 400 метровке перед нами абсолютно ровный асфальт без возвышенности и впадин это значит мы сейчас будем мерить динамические характеристики нашего mercedes benz если посмотреть по характеристикам то эксперты говорят что эта машина должна выдавать 0 до первой сотки за фантастических восемь целых две десятых секунды ну я скажу что чисто по ощущениям думаю у нас получится немножко больше работники нашей редакции оценив драйв этой машины вовсе сказали что она наберет от 0 до первой сотки где-то секунд за 10 но я повторюсь все дело здесь в абсолютном комфорте и тишине в этом автомобиле потому она притупляет ощущение скорости сейчас все узнаем итак мы включаем девайс он готов к работе я пристегиваюсь ну что ж замеры будут происходить по стандартной схеме я включаю режим драйв вот здесь на руле находится об газ пол погнали вы знаете бодро бодро получается я уже начинаю верить что она даст нам 8 с чем-то секунды и так 84 удивительный кстати драйва на этой машине дей бог я бы никогда не сказал что она даст нам восемь целых и четыре десятых секунд это очень быстро для такого класса автомобиля для такого двигателя напомнишь здесь 2 и 2 turbo дизель и всего лишь 170 лошадиных сил 8,4 замечательная динамика ставим галочку и респект mercedes-benz дорогих машинах я даже сомневаюсь стоит ли говорить вообще расходе здесь я все-таки поведу эту историю потому что несмотря на то что это полноприводная машина она не маленькая кроссовер как-никак кушает она ну не по-быстрого слова как малолитражка что ли посмотрите сами по городу в режиме тест-драйва это довольно такой агрессивный режим у нас получалось в районе где-то восемь с половиной может быть даже девять но это в крайних случаях 8 8 с половиной это городской режим но если вы выезжаете на трассу и пользуетесь круиз-контролем выставляете крейсерскую скорость в районе 110 километров в час то компьютер вообще показывают какие-то фантастические цифры но у нас получалось 5 5 и 3 5 и 6 4 и 7 фантастика лидер александрович но вот вы присели в mercedes я так понимаю что ну эта марка вам нравится меня связывает очень много с маркой mercedes потому что уже восемьдесят восьмом году я ездил на mercedes и больше всего получил удовольствие когда автомобили приходилось ремонтировать и на этом автомобиле настолько все было продумано и сконструировано что любую деталь можно было разобрать собрать и поменять даже деталь от фишки проводов на ней был номер можно было заказать отдельную фишечку маленькую поменять и приходилось ремонтировать и двигатели и ходовую часть но mercedes для меня всегда останется одним из самых лучших автомобилей абсолютно новый mercedes mercedes-benz gc 220d новая модель совсем недавно вышла что вы скажете настолько все четко продумано и сделано что я без очков абсолютно все читаю и все видно и прекрасно информация располагается на панели приборов мы будем выезжать на пробовать чайки пробовать да и наши все телезрители сейчас с нетерпением автомобиль прогрет попробуем динамику что вы скажете мы замеряли динамические характеристики получилось 8,4 секунды это паспортные данные этих данных 6 передач и солгали 9 9 мягенькая немножко подвеска не совсем для быстрой езды автомобиль для комфортно заваливать комфортный автомобиль очень комфортно для стиля гоночного делать пожестче подвеску но это не автомобильный для концевых гонок поэтому это как раз плюс недостаток важно чтобы он проглатывал глубокие ямы а это в этой подвеске как раз в отличном режиме если взять какие-то серьезные вообще не ощущает проехали по проебрику такое впечатление что машина едет по ровной дороге самое главное почему изоляция потому что на колесах ощущается конечно препятствия но они не передаются вообще никак в салон разгон хороший приятный автомобиль просто получаю море удовольствия от езды на таком автомобиле на этом автомобиле хочется далеко ехать путешествовать потом автомобиле можно ехать тысячу и больше километров в день и не вставать получать удовольствие а теперь друзья подведем итог нашей программы несомненно новый mercedes-benz glc 220d абсолютно сбалансированный автомобиль и практически без слабых мест он удобен он экономичен динамичные самое главное у него просто обалденный дизайн и интерьер салона сможет ли он достойно конкурировать на рынке ведь с ним будут бороться такие серьезные конкуренты как audi q5 или же bmw x3 я уверен что конечно же сможет и дело здесь не в том что лучше bmw audi или же mercedes ведь стоят они примерно в один ценник дело в марке виде почитатели и любители mercedes-benz да и люди которые хоть раз в жизни проехали на вот этих машинах мне кажется уже ни за что не изменят этой марки даже если эта марка немецкого производства спасибо друзья что оставались с нами это первая передача на двадцать четвертом канале меня зовут александр фетченко подписывайтесь на наш фейсбук первая передача двадцать четвертый канал набирать именно так в фейсбуке или же канал youtube там есть все наши программы фестнир и нюанс что же друзья на этом всем всего доброго до новых встреч увидимся тряпка и тряпка как всегда мы ожидаем от этой машины конечно же чудо и сейчас это чудо нам покажет виталий лукьяна но я